Этот и другие обзоры без цензуры вы можете посмотреть на Бусти. Ссылочка есть в закрепленном комментарии. Сиквел «Восставшего из ада» стал такой же неизбежностью, как создание блогерами телеграм-каналов. И работа над ним началась еще тогда, когда первая часть была на стадии пост-продакшена. Правда, ведущий мастер по спецэффектам Боб Кин и Клайв Баркер, который в то время был занят подготовкой к съемкам «Ночного народа», принимали в проекте лишь косвенное участие, но всегда маячили где-то на горизонте, помогая советами. Режиссером в этот раз выступил Тони Рэндалл, работающий на студию «Нью Ворлд» и имевший непосредственное отношение к созданию первого фильма. Именно он выбивал деньги из студии, в том числе, без его помощи не состоялась бы съемка культовой сцены «Возрождение Фрэнка». Для Рэндалла фильм стал дебютом в качестве постановщика, и он изрядно нервничал, ведь из-за обвалившегося в то время курса фунта стерлинга, бюджет сиквела сильно сократился, хоть и оставался примерно в три раза больше, чем у оригинального фильма. Из-за этого пришлось отказаться от многих сцен и задумок, но, несмотря на все, перед мастерами грима и спецэффектов была поставлена задача по визуальному наполнению переплюнуть первую часть. И после съемок, оценивая конечный итог, режиссер признался, что если оригинальный фильм был семейной драмой, то сиквел, снятый им, это опера. Ну а с вами, как обычно, Миша Дарку, и сегодня мы отправимся примехонько в ад и познакомимся с его повелителем Левиафаном. А знаете, где еще фигурировал Левиафан? Конечно же в игре God of War, ведь именно им Кратос истреблял всяких Драугров, Вельф и прочих троллей. Недавно я прошел ПК-версию игры и так воодушевился, что решил заказать на сайте Всемайки кайфовый 3D-костюм на молнии с принтом под татуировку Кратоса. Вы только гляньте, какой он стильный и атмосферный. У костюма имеются вместительные карманы и удобный капюшон, а также молния, с помощью которой я смогу показать вам мою новую 3D-футболку по восставшим, на которой написано Demons to some, Angels to others, что переводится «Не одни демоны для других, Angels to others». Конечно же, именно в ней я и проведу сегодняшний выпуск. Также на сайте огромнейший выбор одежды с принтами самых разных тематик. Музыка, игры, кино, аниме, мемы и так далее. И всегда можно использовать конструктор, чтобы сделать свой авторский принт. Так что сканируйте QR-код на экране или кликайте по ссылочке в описании, чтобы попасть на сайт Всемайки. А чтобы ваши покупки стали еще выгоднее, используйте мой промокод MISHA522 на скидку 15%, которая суммируется со всеми акциями на сайте. Удачных вам покупок! Итак, фильм стартует с небольшой нарезки, направленной на то, чтобы напомнить глупому зрителю, о чем там, мать его, была первая часть. Но если вы на медне не встречались с людьми в черном, думаю, вам не нужно повторять то, о чем я рассказывал всего пару недель назад, поэтому... И да, кто уповал на то, что я не отметил, какая в первой части шикарная музыка, соглашусь, что там, что здесь она просто пушка, бомба, петарда! Действие сиквела же начинается во времена Первой мировой, показывая нам офицера британской армии Элиота Спенсера, сыгранного молодым Дагом Брэдли, который, так сказать, презентовал свою внешность широкой публике. Он разгадывает шкатулку Лемаршана и... Что это за странный фетиш возиться с головоломкой, сидя на полу? Мне кажется, она идеально подходит для коротания время на толчке. Это безопасно, уверяю. Да, фильм залетел с кадров, показывающих нам происхождение самого крутого чувака всех девяти кругов ада, отчего зрители того времени от восторга рыдали кровавыми слезами. Ведь оказалось, что Пинхет, как и другие синобитые и даже толстяк, раньше были людьми. А сейчас они не иначе, как межвидовые гибриды. Полу-люди, полу-нелюди. Основные же события стартуют буквально через пару часов после финала первой части. Кёрсти неожиданно для самой себя очухивается в психушке, но вас же больше интересует, как там её бесполезный любовничек и много ли сижек он схомячил за бранчем. С ним всё в порядке. Пару часов назад мы отправили его домой. Я не знаю, чью из продюсеров кошку трапнул актёр, играющий Стива, но это единственное упоминание о нём в фильме. И, как я уже говорил, если в документалке по первой части о нём отзывались, мягко говоря, сдержанно, то здесь будто продюсеры, увидев его имя в сценарии, тут же сказали «Уберите это дерьмо». Короче говоря, копы, проведя обыски в доме из первой части, обнаружили там невиданные интересности. В основном это иссохшие трупики людей, которыми питался Фрэнк, а кефантики, разбросанные по всем углам. Но самое главное, это, конечно же... Матрас. Наш старый матрас! Да-да, тот матрас, на котором Джулия устроила посмертный чиллаут. Далее мы знакомимся с главврачом психушки, в которой лежит Кёрсти, доктором Чинардом, чьё имя является сокращением от Кристиана Барнарда, известного кардиохирурга, который в своё время был прям рок-звездой из мира медицины. Ведь он первым в истории провёл удачную операцию по пересадке сердца от человека к человеку. Хоть и изначально, по задумке сценариста, фамилия доктора была Малахайт, режиссёр фильма Тони Рэндалл, сам придумал эту анаграмму Чинард, потому что очень любил выпендриваться. Дока играет Кеннет Кренем, известный британский актёр, который ради съёмок «Восставшем» отказался от роли короля Иоанна в шекспировской пьесе, о чём, кстати, ни разу не пожалел. Кеннет Кренем дружил с Гэри Олдманом, который ему сильно завидовал, потому что тоже мечтал сыграть в ужастике. И при первой же возможности сделал это, согласившись на роль Дракулы. Помощника же Чинарда по имени Кайл играет Уильям Хоуп, которого вы можете помнить по роли нерешительного лейтенанта из «Чужих». «Не командир, а задрота убогая». В 80-х он был очень востребованным актёром, разрывался между кино и театром, поэтому «Восставший» был для него проходным проектом. К своей роли он вообще не готовился, и сцены с ним отсняли за пару дней. Случай весьма интересный, но деликатный. Полиция доставила её пару часов назад. Интересно, какие байки из склепа она поведает в этот раз. Я видела это. Я видела его. Я раскрыла шкатулку и видела, как они появились. «Вы должны сжечь этот матрас. Джулия умерла на нём». Так-то Джулия умерла на лестнице. Сценарист вообще смотрел первую часть. Но, тем не менее, информацию о матрасе доктор таки мотает на ус. Ведь никогда не поздно обновить интерьер в мягкой комнате. Вечерком Кёрсти заочно знакомится с Тиффани, молчаливой пациенткой, обожающей головоломки. «Весьма предусмотрительно». Но это в подмётке не годится тому, что создатели фильма жёпые чуяли, что мы с вами соскучились по людям без кожи. «Я в аду. Помоги мне». Неужели в аду стало настолько плохо, что там перестали проводить гавайские вечеринки? Кёрсти, конечно, решает, что послание оставил её отец. Хотя, казалось бы... «Хули сделал Ларри, чтобы попасть в ад?» Он ведь такой положительный. Хорошо, хоть что из всех пороков Джулии Кёрсти взяла лишь облизывание грязных пальцев. Начинается новый день, и мы можем заметить то, насколько доктор Чинарт безразличен к пациентам в палатах и с каким интересом он относится к особым больным, которых он, как ярый фанат черепашек-ниндзя, держит в канализации. А это, кстати, Оливер Смит, игравший Фрэнка без кожи. И в благодарность за отлично проделанную работу тут ему, в том числе, решили дать роль с лицом. Чуть позже доктор Чинарт спаливается на очень увлекательном разговоре. Хорошо. Да, о матрасе. Встретимся у черного выхода. Опасные задумки в твоей головешке. А что, этот матрас держат на одном складе улик с маской Майкла Майерса, перчаткой Фредди и куклой Чаки? Неудивительно тогда, что его оттуда можно вынести за пару баксов. Далее нам в очередной раз пересказывают события первой части, на этот раз устами Кёрсти. И на самом деле, когда смотришь фильмы подряд, это неимоверно бесит. Вы верите мне? Или я спятила? Она просто спятила! Но помощник очень серьезно воспринимает эту историю. И совокупив ее с фактом того, что доктор Чинарт проявляет нездоровый интерес к матрасу, Кайл в стиле матерого рецидивиста проникает в его дом, где обнаруживает просто рай для любителя оккультизма. И я не знаю, как по лору фильма, может где-то есть фабричное производство шкатулок, открывающих дверь в ад. Но если обратиться к первоисточнику, то головоломка Лимаршана, вот теперь гадай, ее ли унес демон в конце первой части, или то была сраная реплика, что твой китайский адидас, была лишь одним из путей к невиданным наслаждениям. И если цитировать оригинальную повесть, то помимо шкатулки... Один из путей хранился в подвалах Ватикана, зашифрованный в теологическом манускрипте, который никто не читал со времен Реформации. Другим в форме загадки оригами обладал, как говорили, Маркиз де Сад, который, будучи заточен в Бастилию, выменял ее у охранника на бумагу, на которой впоследствии написал свои знаменитые 120 дней Содома. В фильме же у Доктора есть с десяток шкатулок, которые, забегая вперед, реально работают, но хорош душнить. Также у Чинарда есть фото Пинхеда в человеческом обличии, но внезапно доктор возвращается домой вместе с одним из поехавших, содержащихся в канализации, а именно Фрэнком без кожи в коже. Чувак думает, что по его телу ползают насекомые и кусают за хуй, чем и спешит воспользоваться Доктор. Когда вы даете пациенту изрубить себя насмерть, вы переходите в категорию уебанов. Для съемок использовали специально затупленную бритву, но Оливер Смит все равно умудрился ставить на себе несколько порезов, о чем любит хвастаться во всех интервью. И эта сцена пиздецки долгая, но могла быть еще дольше, если бы не цензоры. Интересно то, что в сиквеле была практически полностью обновлена команда гримеров и специалистов по визуальным эффектам. Теперь ее составляла сплошь молодежь. И они прям не вылазили из своей мастерской, поэтому для съемок этой сцены было закуплено множество матрасов, на которых уставшие мастера по спецэффектам периодически спали. В день съемок же Уильям Хоуп, игравший Кайла, пригласил на площадку своего малолетнего племянника и, несмотря на всю кровавую вакханалию, пацан остался в восторге. Чего не скажешь об операторе, которому стало плохо. Мда, наберут всяких неженок по объявлениям. Не суть. Короче говоря, доктор Кайл умудряется не спалиться, в то время как монстр Джулия высасывает жучинный сок и жизненные силы из психа. Не бойся меня. Как можно бояться человека с настолько идеальным позвоночником? Он такой прямой. И весьма странно, что Джулия возродилась сразу в такой форме, в то время как Фрэнк был похож на пережеванный кусок барсучьей жопы. Доктор быстренько находит общий язык с восставшей, даже несмотря на ее перманентные истерики. Вино. И я бы поверил в то, что она реально соскучилась по бухлишку, если бы Таня лкашила всего два дня назад. Как и в случае с Фрэнком, Джулию в коже и без играют разные актрисы. Монстра-версию исполнила Дебора Джоэль, лицедейка, выписанная аж из Южной Африки. Она была очень худой, и ношение костюма не вызывало у нее особых трудностей. Доктор покрывает Джулию бинтами Аки Мумию. И как и положено Мумии, для полного восстановления ей нужна жизненная сила других людей. Но перед этим... Фу, гадость. Фу, фу, гадость, фу. Говорят, они бы поцеловались с языком, если бы у актрисы не было простуды. Чем временем Керсти? Хм... В первоначальной версии сценария Эшли Лоуренс должна была предстать перед нами обнаженной. Но актриса возмутилась. Вы что, ебанулись? Разве это как-то повлияет на сюжет? Так или иначе, доктор Кайл рассказывает девчонке о том, что видел, и теперь она полна решимости. Я пошла. К нему домой? Вы с ума сошли? Ну да, на то она и в психушке. Чинард же как-то за кадром умудрился провести к себе домой аж 8 пациентов своей клиники. Видимо, сказал, что они едут на экскурсию. На кормежку Джулии. Макияж у тебя замечательный. Я раньше не знала, что у тебя есть ресницы. А неплохие стилисты работают в аду. Упыриха аж расцвела. Керсти с Кайлом же проникают в дом, и пока Крейзи Шмейзи осматривает кабинет мечты Алистера Кроули и лутает фоточку Пинхеда, паренек встречает Джульетту. Я не хочу, чтобы ты шел туда, куда хочешь. Да мне похуй! Джулия занимается любимым делом, то есть заманивает мужика на чердак, который больше похож на лунопарк Теда Банди. Бедный мальчик, ты весь побледнел. Иди к мамочке. Отвали, автори. Ферсти же не успевает получить кусочек молодого и перспективного доктора и сталкивается лицом к лицу с виновницей торжества. Я теперь не просто сварливая мачеха, теперь я королева зла. Эй, если ты переболела короной, не значит, что ты теперь коронована. Доктор Дебил же приводит в дом Тиффани, ту самую девчонку с головоломками, и дает ей шкатулку Лимаршана, ну, либо его брата Литрюка, с которой она быстренько справляется. Все начинает взрываться, будто в комнате пернул Майкл Бэй, и, наконец-то, появляются они. Ты кто? Да, актриса, игравшая женщину Синобита в первой части, ушла, потому что ненавидела себя в гриме. На замену ей взяли Барби Уайлд, которая была стендапершей и нередко устраивала представление для съемочной группы прямо в своем костюме. Стойте! Нас вызывают не руки, нас вызывает страсть. Я думал, что слышал все, но это что-то новенькое. Пинхетт выступает здесь в роли этакого беспристрастного судии, а не жестокого мясника, коим его выставляют в последующих частях. Поэтому девочка им неинтересна, и они, матерясь, сваливают. Так или иначе, все герои успевают проследовать за ними в адский лабиринт. Керсти со шкатулкой в руках хочет найти отца, Тиффани просто по приколу, ну а доктор желает познать ту мазохистскую грань, которую искал долгие годы. Начнем по порядку. Тиффани попадает на карнавал, коим его видит Рауль Дьюк, когда нанюхается эфира. Тут вам и Майкл Майерс, и сладкоежка из Твистит Мэттл, но самое интересное это... Помоги моей дочери. Мама! Это что сейчас было? По всей видимости, хитрый доктор Менгеле прибил мамашку Тиффани для того, чтобы заполучить и использовать в своих гнусных целях девчонку, играючи решающую головоломки. Что мега тупо, учитывая то, что до этого шкатулку открывал вообще любой, кто к ней прикасался. Керсти же оказывается в собственном персональном аду, представляющем собой дом, в котором она жила вместе с Ларри и родной матерью. Пинхетт по-прежнему поражает всех своей охуенностью и рассказывает Бейбочке, что ее отец находится в собственном персональном аду, в котором вновь и вновь огребает от тыквоголового. Тем не менее, синеботы отпускают Керсти побродить по аду, который на планах свысока создан с помощью рисунков на стекле. Джулия же, в свою очередь, приводит доктора к местному сатане. Левиафан, властелин лабиринта. Который представляет собой идеальную геометрическую фигуру, хотя изначально должен был быть живым существом. Это был гораздо более традиционный монстр. Лавкрафтианский, с щупальцами. Всем нравятся такие штуки. И да, Джулия вернулась в мир живых с позволения самого Левиафана. Этим и объясняется ее изначально бодрая форма и то, что синобиты за ней не охотятся. А доктора она привела сюда, потому что очень хочет опробовать свой новый резчик для сыра. Керсти же воссоединяется с Тиффани и вместе они находят дом из первой части, который по представлению девчонки и является персональным адом отца. Но, судя по обнаженным женщинам и фотографиям молодого Джона Траволты, владельцем его является... Ты что, Керсти? Это я, Фрэнк. Твой дядя Фрэнк. Вот говно. Так и знал, что есть подвох. И в целом его ад очень крутая задумка, ведь чувак был максимально помешан на женщинах. А тут они есть, но нет даже возможности к ним прикоснуться. Ты получила мое сообщение? Забавно то, что в одной из версий сценария Керсти в аду должна была найти Ларри и Фрэнка, сшитых на манер сианских близнецов. Ей удавалось спасти отца, который далее чуть не умер от сердечного приступа. Оттуда и фото Синабита в больничных халатах и сцены, которая так и не была снята. Но по итогу все заканчивалось хорошо и дочь Асларри покидали больницу. Только вот Эндрю Робинсон сказал, что сценарий говно, шатал он в гланды этот ваш хоррор, а потом взял да снялся в триквеле детских игр. Короче говоря, мужичок верен себе и его налитый кровью Маленький хрен мечтает устроить Керсти анал карнавал, но внезапно Я лучше сгорю. Появляется злая королева. Что здесь черт побери происходит? Спросила бы она, если бы не была такой сукой. Так что Фрэнку лучше бы куда-то спрятаться. У тебя доброе сердце? Да, нет ничего страшнее, чем Блакула и Женщина в гневе. Хотя над ответкой Надо было получше поработать. Девчонки пытаются найти выход из лабиринта, но теряют шкатулку, которая, напомню, превратилась в мини Левиафанчика. Как вдруг? Держись! Внезапно появляется Джулия, которая слишком дохрена переоценила свои силы, став самоназванной королевой зла. Поэтому Неплохо, пожалуй, сошью из этого абажур. Тем временем доктор прошел свою трансформацию в Синобита. Пригадкое чудище. И учитывая то, что Грим теперь приходилось делать Ченарду всем Синобитам, а также Фрэнку и Джулии без кожи. Мастера по спецэффектам прям выли от переработки, как, впрочем, и актеры, которым приходилось долгими часами ждать, пока на них наложат грим. Говорят, что Кеннет Кренем, играющий Ченарда, от всего этого чуть не стал винным пьяницей. А у Дага Брэдли так вообще случилась истерика, и он грозился выйти из окна. Поэтому его то ли привязали скотчем к стулу, то ли надели на него смирительную рубашку, в версии разнятся. Я убил его блендером. Нет, деточка, с этим азофакером такие шалости не прокатят. Ченарт становится мощнейшим Синобитом, напрямую связанным с Левиафаном. И к тому времени, как Керсти и Тиффани возвращаются в больничку, доктор Пеппер уже успевает навести там свои порядки. И где он только взял столько шкатулок, сам нас ругал, что ли? Это самое лучшее, что я видел в жизни. Да, стоп-моушен просто шикарный. Сердечко сразу начинает скрипсти ностальгия по Синбаду и Сону и Аргонавтам. Я рекомендую вам ампутацию. Себе ты, видимо, уже ампутировал яички, раз научился смеяться таким мощным вибрато. Девчонки убегают, но встречают Пинхеда и Ко. Причем внешность Щелкуна достаточно сильно поменялась со времен его первого появления в фильме. И причина этого никак не объясняется. Вроде бы, вроде, создатели фильма сами путаются. Есть вырезанная сцена, в которой ему меняют внешность. Но, по сути, причина смены дизайна в том, что в первоначальном варианте костюма актер вообще ничего не видел. Никаких договоров, только информация. Ну, давай. Переговоры! Керсти показывает Пинхеду фотографию его, будучи человеком, отчего он и остальные синобиты вспоминают свои прошлые жизни, но внезапно... Тиффани, я твой доктор. Доктор сатана! А-а-а! Ченарт как сученик мочит орден Гэша, и мы видим их истинный облик. Никто не вызывает вопросов, кроме... Ой, какой... Кто ты, малышок? Прикиньте, уродливый любитель совать пальчики в ротики был ребенком. Киноделы еще восьмидесятых знали, как нахрен взорвать мозг любителям упоротых теорий. Пинхеда ждет та же участь, при этом Даг Брэдли изрядно переигрывает, что ли? Но не волнуйтесь, он, конечно, вернется в следующих частях, причем злым, что пиздец. Если вы хотите на них обзоры, обязательно напишите об этом в комментах. Как итог, Герлс Бэнд возвращается в ад, дабы решить головоломку Левиафана и дать просраться доктору Упырю. Сам он по понятным причинам против. О, девочка, как самочувствие. Точно лучше, чем у Дебича, стар с чащим из башки пипидастром. И заметьте, это не я придумал. У Ченарда на голове был огромный пенис. У него на голове гигантский пенис. Что у нас на повестке дня? Потрошение. В чувстве юмора ему не откажешь. И тогда, когда доктор уже собирался провести небольшую вивисекцию, вдруг откуда ни возьмись появляется Джулия. И пока она занимается обменом жидкостями со смурфом, Тиффани разгадывает головоломку, отчего идеальная геометрическая фигура дико психует. Сейчас сдышнет. Но кто скрывается под маской? Девчонки валят из ада. Левиафан недоволен. Пиу-пиу, пиу-пиу. И лучше бы за ними погнался инженер. Я соскучился по этому корявому говнючку. Так или иначе, все заканчивается хорошо, и красотки без проблем, даже успев переодеться, покидают психушку. Проходит некоторое время, нам показывают парочку грузчиков. И блять, у них что, на весь город работает всего одна бригада? Короче говоря, мужички выносят весь хлам из дома доктора Чинарда. Кстати, не забудьте захватить с собой пачку человеческих сухариков с чердака, но внезапно. А это, друзья мои, столб душ, на котором мы можем увидеть камео продюсера фильма и мастера по спецэффектам. Что вам угодно, сэр? Две упаковки мятного печенья и одну с шоколадом. Хуй тебе. Хуй, уже пристрелите меня. Итак, мы посмотрели восставший из Ада 2, и это очень хороший сиквел. Он во многом приумножает и развивает идеи первой части, а также расширяет лор адской вселенной. Мастера по спецэффектам не зря страдали от переработок, ведь здешнее психоделичное представление Ада, а также образ Чинарда и остальных синобитов по-прежнему впечатляет. Музыка в фильме просто отменная. Актерские работы хороши. Клэр Хиггинс, играющая Джулию, за год после первой части прям расцвела. Неудивительно, что именно ее хотели сделать главной злодейкой франшизы. Но, во-первых, популярность синобитов была слишком велика, во-вторых, сама актриса не хотела, чтобы за ней закрепилась амплуа хоррор-дивы. Что в фильме смущает, так это некоторые сценарные моменты. Сразу видно, что Клайв Баркер к скрипту имел, мягко говоря, косвенное участие. И сценарий много раз перерабатывался из-за разных причин. Из-за сокращения бюджета, из-за того, что Эндрю Робинсон, играющий Ларри, в последний момент слился со съемок и т.д. Отсюда и остаются неразгаданные тайны в духе откуда у Чинарда столько шкатулок, что это был за бомж в первой части и что он сейчас делает на столбе душ, почему у щелкуна поменялась внешность и т.д. В целом же киношка вышла хорошая. Хоть и многие из тех, кто над ней работал, были разочарованы конечным результатом. Но, как по мне, если смотреть первую и вторую часть залпом как единое целое, то это настоящий кайф. Ну а с вами, как обычно, был Миша Дарку. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, либо дизлайк, если не понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, а иначе придет пин-хит и растерзает вас своими цепями. Также обязательно пишите в комментариях, хотели бы вы обзоры на остальные части Восставшего из Ада. Ну а на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Всех люблю, всем пока. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Обязательно напиши в комментах, хочешь ли обзоры на следующей части. Ну и обзор на первую часть Восставшего тоже посмотри, а также посмотри последний ролик. Там обзор на просто охренительный слэшер тебе конец. Вот, ты сейчас видишь эти подсказочки, обязательно кликни и посмотрите ролики быстрее. подсказки. Продолжение следует...